Субтитры сделал DimaTorzok С длинной белой бородой С длинными седыми волосами И с красным носом Как вы думаете, кто это такой? Петрович что ли? Да нет, какой Петрович? Что вы говорите? Это же наш любимый Дедушка Мороз Красный нос, борода из ваты Который всем приносит детям подарки Который все наши дети любят Которого все ждали с нетерпением в детстве Ну вот и задача На Украине Ну, после событий Майдана Проходит такая политика декоммунизации Которая выметает все Советское И некоторые украинские вышиватные парни Подсериоты говорят, что Дед Мороз это пережиток Советской власти Да, действительно, в 1935 году Саратник Сталина впервые провел детский утренник На котором присутствовал некий Дед Мороз Ты че, серьезный? Но давайте с вами разберемся Я хочу привести один пример того Что Дед Мороз Это персонаж славянской мифологии А так как наши С вами предки Это Славяне, да? Так что Дед Мороз был присущий нам Никакая не советская придумка Я себе вот даже представляю Как это было на самом деле Как Сталин придумал Деда Мороза Товарищи Предлагаю создать образ Деда Мороза Для победы над мировым капитализмом Что нам понадобится для того Чтобы различать этот нелепый Досели миф А понадобится нам простая книжка Известного украинского писателя Известного театрального деятеля Ивана Ничуя-Левицкого А именно Мировоззрение украинского народа Эскиз украинской мифологии И здесь я хочу вам привести Некоторые Слова Чтобы Уберечь свой урожай От Темных Зимних сил Народ исполняет Некоторые Жертвенные Обряды Обряды Предназначены Морозу И Дюде Хозяин Подбрасывая ложку кути Под потолок Просит К себе Ужинать мороза Чтобы он пригласил всех Духов зимы И чтобы он не поморозил хлеб А на Беларуси На Миланке После ужина Оставляет на столе Несколько ложек кути Для Дзюди Или Дюди Еще одного И поставить Это Зюзя Бог зимы Дед с белыми волосами И с белой бородой Чтобы он не Вредил Своими морозами Первый Аспект того Что Мороз Или Дюдя Это никакой Не советский персонаж Это Персонаж Славянской мифологии Если брать в общем Это дух зимы Еще одна версия Есть что Дед Мороз Это ипостась Велеса Следующее Что я вам хочу привести Так калядники Ходят по домам С козой Коза здесь служит Образом солнца Про ту козу В калядках Поют Что она имеет Золотые копыта Где она ходит Там жито родит Где не бывает Там ничего Не вылегает Где коза туп-туп Там жито Семь куб Где коза рогом Там жито стогом Коза говорит Что она не боится Никаких стрельцов Но она боится Деда Что его борода седает Дед с седой бородой Это дед дюдя Бог зимы И бог мороза Враг солнца И всех летних небесных сил Сами троицы Что с ними стоят При водосвятии На Ордан И на вечерье водосвятии Звутся громовицами Где вы можете найти все это Александр Потебня О мифических значениях Обрядов Страница 6 Там вы можете найти Описание Это полное Здесь только Вырезка Из этого труда Видим Что На самом деле Никакой Дед Мороз Это не совковый Пережиток И никакой Это вообще не совковый Персонаж И те кто запрещает Деда Мороза Лучше бы посмотрели Как улучшить экономику Страны Для того чтобы Нам жилось лучше Так что дорогие ребята Умнейте Вы сами можете Проверить информацию Мы представим Все статьи О Деде Морозе Об его ипостасях Это Дед Трескун И Морозка И Мороз И Велес Все вы сможете Прочитать в описании Под видео Так что Умнейте Учитесь Просвещайтесь Потому что Только Силой Разум Мы сможем победить Наших врагов Слава кредкам